День телевидения Сегодняшнее вот это торжество, это несколько неожиданно для меня. Я очень благодарна родной телекомпании. Известный советский и российский телеведущий «Золотой голос» страны, диктор Центрального телевидения Советского Союза Евгений Александрович Кочергин также вещал с голубого экрана республики и внес в свою лепту в становлении якутского телевидения. В стране продолжается всенародное обсуждение проектов закона об изменениях и дополнениях Конституции СССР и закона о выборах народных депутатов СССР. Здравствуйте, Наталья Викторовна, Евгений Александрович. Многие наши телезрители до сих пор помнят ваши передачи, с нетерпением ждут от вас новостей. И сегодня в день всемирного телевидения мы бы хотели задать вам пару вопросов. Расскажите нам, пожалуйста, начнем, конечно, по хронологии событий. Как вы пришли в телевидение? С чего вы начинали? Ну, кто начнет? Ну, Женя, пусть. Ну, хорошо. Ну, для меня в определенной степени случайность вот вхождения в эту профессию была. Но, тем не менее, с детства, с самого детства меня интересовали радиоголоса, голоса дикторов. И я все время спрашивал у мамы, говорю, а кто эти люди? Вот они... Она говорит, ну, это или филологи, или журналисты. И это казалось недосягаемым, это были люди высшего порядка, и представить, что я когда-нибудь с ними буду вместе, буду работать с ними вместе, я даже не мог. И вот в 1969 году я приехал в Якутию совершенно, так сказать, авантюрно. И там, в Мирный я приехал, и там открывалась студия телевидения, на которую набирали штат из местных жителей. Ну, кто-то приехал уже, обладая опытом телевизионным. И мне предложили попробоваться в диктор. Я попробовался, и получилось. Вот это было вхождением в профессию. Ну, и дальше пошло. Но по профилю у вас экономическое образование? У меня экономическое образование, которое мне нисколько не мешало, а наоборот помогало, потому что я вообще преподаватель политэкономии. И вот, понимаете, что много приходилось читать политической информации, а ведь политика — это концентрированное выражение экономики, как говорил Ленин. Поэтому я говорил со знанием дела. Понимаете, я разбирался в ситуации. А вы, Наталья Викторовна, с чего вы начали? Ну, я военная дочка. Папа у меня был военный офицер. И, будучи еще ребенком, в Доме офицеров все время проходили какие-то мероприятия. И я, как ребенок, там всегда была занята в детской художественной самодеятельности. С таким низким голосом, с таким огромным. Маленький ребенок. И как-то везде и всюду я что-то читала, что-то объявляла. Где-то, может быть, пела и танцевала. А когда я вышла замужем и приехали в Якутию, это был 78-79 год, то там я уже стала вести концерты в театре оперы и балета. А в это время Женя Кочергин оставил Якутию, уехал в Москву, и на его место объявили конкурс «Мужской голос». Но как-то так получилось, что Секлетая Алексеевна через своих, ну, наверное, сотрудников, помощников сказала, что эта девочка тоже пусть придет. Я пришла, прослушали и взяли. Но я, как бы, не придавала этому никакого значения. А когда уже пришла бумага, что вы приглашены на работу, вот это мне, конечно, уже было волнительно. Но я не удивляюсь, потому что такой уникальный голос невозможно было не заметить. Я вот добавлю, что Секлетия Алексеевна Курчатова сыграла в моей жизни очень большую роль. Получается, вы начали свою деятельность в телевидении в Мирном и потом переехали уже в Москву. Вас сразу сделали диктором? Вы знаете, мое вхождение в дикторское искусство, в дикторский отдел центрального телевидения было легким. Потому что я в Якутии наработал профессионализм. Поэтому я якутскому телевидению безумно благодарен. Вот там те нужные интонации, те манеры, ту степень подачи, ну, много чего я наработал именно в Якутии. Поэтому Якутия – это вообще кузница меня как диктора. Колыбель твоя. Ну, колыбель, да, из которой я выпорхнул. Вот, и прилетел на центральное телевидение. Якутия – кладовая не только недр, но, оказывается, и талантов, да? Нет, а талантов – это безусловно. И умение разглядеть таланты еще. Вот что. Да. И не только в нашем деле. А талантов – это я позже скажу. О талантах мне есть что сказать. И я, как бы, когда пришла бумага, что вы уже приглашены на работу, тут я заволновалась. Ну, я прихожу, меня встречает Екатерина Николаевна Месникова и Афанасий Николаевич Готовцев. Сразу на радио к микрофону. Ну, я так к другому привыкла. Сцена, зритель, общение. А тут волнение было, конечно, страшное. Екатерина Николаевна вот так мне положила руку на плечо и говорит «Ну, с Богом». И вот как-то вот так вот все и пошло. И этим людям, конечно же, я благодарна. Они занимались мною, они подсказывали, что нужно. Поэтому без их поддержки, конечно, наверное, не было бы того, что есть. А с другой стороны, хочу сказать, что не только дикторский цех, но и все цеха якутского телевидения, они были на очень высоком профессиональном уровне. Это редакторы, режиссеры, технический состав. Там все было по тем временам на очень высоком уровне. Я хочу добавить, что действительно якутское телевидение было на очень высоком творческом уровне. Там все время работали неуспокоенные люди, которые искали темы, которые старались простым доступным языком донести до зрителя. То, что волнует зрителей, то, что интересно зрителю. И поэтому я вот сейчас вспоминаю, как мы работали. Это все время был поиск, понимаете, тех форм, которые в идеале нравятся всем. Поэтому якутское телевидение отличалось. Вот удаленность, может быть, и это играло свою роль от большой земли, скажем так. И оно заставляло людей мыслить по-другому, творчески. Земля Алан-Хо богата талантами во всех проявлениях. Да, это я поддерживаю стопроцентно. Вы помните первый материал, который вы озвучили на якутском телевидении? Что это был за материал и какие у вас эмоции и чувства были в это время? Первую передачу мне дали. Это была передача «Ко дню ученых». А режиссером была Ольга Новгородова. Ну, как бы, прочитала я сценарий, я понимаю, это застольный момент, сидят за столом ученые. И я задаю вопросы, они отвечают. Ну, я в то время не знала, что можно положить текст, можно смотреть в него. Я все выучила наизусть, пришла и все абсолютно сделала безо всякой бумаги. На леточке было отмечено, что вот новая девушка у нас, вы посмотрите, она совершенно не пользуется бумагой. А я же не знала просто. И вторую передачу я так провела, и третью, и четвертую, и везде. А потом у меня спрашивают, а ты что, их учишь, что ли? Я говорю, ну, конечно, я их учу наизусть. Так зачем? Ты положи листок и будешь подглядывать. Ну, как-то неудобно, правда? Скажут, не в теме. Так просто. Я ведь то же самое. Я то же самое учил, конечно. На якутском телевидении, вернее, на мирненском телевидении, были большие передачи, посвященные различным праздникам. Я вот помню до сих пор, огромная передача была посвященная 8 марта, с большим количеством народа, артистами, ну, местные, конечно. И у меня было много текста, и говорите, я его тоже учил несколько дней, я его выучил. Понимаете, огромный. Сейчас бы я уже этого не смог. И вот передача, как тогда Исклетия Алексеевна, кстати, она отметила, что передача прошла на высоком художественном уровне. Я был в теме. Понимаете, я был подготовлен. Меня не собьешь. Я не забуду. А если я даже забывал что-то, вот, я умел выкрутиться из этой ситуации. Ведь находчивость в кадре – это очень важно. Ну, конечно. Потому что ситуации бывают всякие. И они и были. Потом у меня была детская передача. И принимали участие дети. Передача была живьем. Дети маленькие. Зима 50 градусов. Детей родители привозят на трактовую репетицию в 12 дня, а в 6 вечера их нужно привозить на передачу. Это же очень сложно с детьми работать. Каждый журналист знает, да, что если ты берешь интервью у ребенка, тебе будет гораздо сложнее, чем со взрослым. А мы вот этой передачей привлекали внимание всех детей республики. Нам писали, отправляли свои рисунки. То есть это было интересно. Все-таки телевидение – это отражение нашей жизни. На сегодняшний день, если взять, ну, мы здесь только федеральные каналы смотрим, 50% – это политика, причем не в лучшем варианте, а 50% – это шоу-бизнес. Придет время, все встанет на классические рельсы. Ну, когда это будет, мы не знаем. Вот этим якутское телевидение никогда не страдало, даже в новое время. Если у них и есть художественные передачи, то дозировано. К сожалению, тормозов сейчас на телевидении не осталось. Ушла теплота и задушевность. Ушло, вот, нас все время учили думать о зрителе. А понравится ли ему это? Если критика, то она должна быть конструктивной. Безусловно. Да. Если развлекать, то не до, там, знаете, разнузданности. Понимаете? Вот это не цензура, а это хороший вкус, скажем так. Вот этого не должно быть. А как вы думаете, в связи с чем вот на телевидении происходят такие глобальные капитальные изменения? Коммерциализации. Конечно. Коммерциализация телевидения. Теперь на телевидении все за деньги. Поэтому. Рейтинги. Рейтинги, реклама. Это все деньги телевидению. Я на якутском телевидении начинал свою телевизионную карьеру, если можно так сказать. И поэтому я очень благодарен якутскому телевидению, что они в меня столько вложили. То, что мне потом помогло. И помогло стать, ну, заметным вообще и на центральном телевидении фигурой, скажем так. Поэтому, во-первых, это благодарность якутскому телевидению. Во-вторых, процветание якутскому телевидению, оно всегда отличалось творческим подходом ко всему. Так и держать. Чтобы у вас было много интересных тем. Чтобы вас любили зрители. Ну, и, конечно, поздравления с Всемирным днем телевидения. Будьте, пусть маленькой частичкой, но достойной частичкой того огромного телевидения, которое охватывает весь мир. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям не только телевизионных работников творческих, но и телевизионных работников технических. Я поздравляю с большим праздником. Что можно пожелать? Пожелать можно только всего самого наилучшего. Любите своего зрителя. Любите нашего зрителя. Тогда зритель будет любить нас. Редактор субтитров А.Семкин